Всем привет! Сегодня я хотела бы снять такой видео-ответ на вопрос, который мне задавали некоторые мои подписчики, рассказать о жизни в Канаде. Я не знаю, что именно вас интересует, поэтому если у вас есть какие-нибудь конкретные вопросы, можете оставлять их в комментариях к этому видео, тогда я уже отвечу именно на интересующие вас вопросы. А сегодня я хотела бы снять такое общее видео, в котором я бы рассказала о пяти вещах, которые мне в Канаде не нравятся. Я сниму, конечно же, видео о пяти вещах, которые мне в Канаде нравятся, и, скорее всего, в Канаде мне больше вещей нравятся, чем мне нравятся. Поэтому это такое видео, с моей точки зрения, что лично мне в Канаде не подходит. Конечно же, первое, с чем человек сталкивается, когда он приезжает, неважно какую страну, это еда. Я живу в Канаде, в провинции Онтарио, это город Торонто, довольно большой город, и мы находимся недалеко от Ниагарского водопада и района Ниагара. Там огромное количество фермерских хозяйств, которые выращивают не только виноград, но и другую сельскохозяйственную продукцию, то есть фрукты, овощи. Но все равно мы не можем сравниться с той же Америкой, поэтому большинство, большое количество продуктов мы получаем именно из Америки. Не знаю, в силу чего к нам эти продукты доходят, могу сказать, что в очень хорошем вкусовом качестве. Я не знаю, я не была ни разу в Америке, поэтому не могу сравнить, как живут, допустим, люди в Калифорнии, когда у них, они получают продукцию от своих фермеров. Возможно, она довольно хорошая, но, скорее всего, собирают ее, чтобы транспортировать в Канаду еще в зеленом состоянии. Поэтому мне совершенно не устраивает ни огурцы, привезенные из Америки или из Чили, ни клубника, ни помидор. Это просто какой-то вообще ужас. Остальное все я не могу пожаловаться, меня вполне остальные фрукты и овощи устраивают. Возможно, да, я еще могу пожаловаться на персики, не очень хорошие яблоки и абрикосы тоже у них. Ты приходишь в магазин, я выросла большую часть своей жизни, я провела на Украине, я привела к тому, что у нас наши собственные абрикосы, они имеют и вкус, и запах от них, аромат идет, они вот висят на дереве, и ты проходишь мимо них и чувствуешь этот аромат. Здесь они лежат в магазине, ты ничего не чувствуешь. Но я думаю, это проблема любого большого города. Опять же, если это куплено у фермеров из района Ниагара, то в принципе все довольно вкусно и вполне сносно. Поэтому нужно знать места, когда вы только приедете в Канаду, скорее всего у вас будут с этим проблемы, найти что-нибудь. Но когда вы освоитесь через год, через два, вы освоитесь и уже будете знать места, где что покупать, вы вполне сможете прекрасно существовать. Второе. Опять же, когда вы приезжаете в любую страну, вы сталкиваетесь с ее климатом, с ее погодными условиями, и будьте готовы к тому, что если вы хотите иммиграть в Канаду, вам придется чистить снег, чистить его много. Потому что у нас, допустим, в Антарио еще более-менее, то есть у нас в прошлом году было много снега, в позапрошлом у нас не было вообще. А в северных районах, конечно, все намного хуже. Там снег есть постоянно, и он уже выпадает там в октябре, иногда даже в сентябре, и исчезает тоже довольно-таки поздно, когда у нас уже снег давно растаял. Но опять же, меня это как-то не очень сильно напрягает, хотя первое время мне было довольно-таки непривычно, что очень долго длится зима, потому что я большую часть своей жизни прожила в Украине, у нас все-таки климат более мягкий. Но в то же время я в детстве жила на Чукотске, мы жили с родителем, потом мы жили в Хабаровске. Я привыкла к холодному времени года, мне легче, я легче переношу холод, чем жару, например. И поэтому меня это не сильно удивляет, хотя когда я только приехала, я общалась с некоторыми мигрантами, и те люди, которые были там из Африки, из каких-то очень теплых стран, они все время меня спрашивали, потому что знали, что я только приехала, они все время меня спрашивали, ну как тебе здесь погода, как тебе здесь погода. Я очень удивляюсь, когда я говорила, что меня погода в принципе устраивает, я не вижу никакой большой разницы с той страной, из которой я приехала. Для них это была по-настоящему реальная проблема, для меня не было. Но опять же, если вы очень теплолюбивы, то, наверное, скорее всего, Канада не для вас. С другой стороны, летом у нас может быть очень жарко, и у нас регион такой, что если жарко, то влажность. Поэтому люди, которые не переносят совместимость жары и влажности, это тоже не для вас. Но опять же, здесь везде есть кондиционеры, здесь везде в магазинах, когда вы заходите, тоже есть кондиционеры. То есть ты идешь по улице, тебе жарко, не можешь, приходишь в магазин, ты там просто замерзлаешь. Чего, допустим, нет у нас на Украине, когда я приезжала в гости к родителям домой, я ходила под Днепропетровское, просто умирала от жары, потому что на улице жарко, когда ты заходишь в магазин, думаешь, ну сейчас немножко остынешь, в магазине тоже жарко. Поэтому здесь таких проблем нет, и поэтому, в принципе, жару вы не очень сильно замечаете, если вы не ходите, конечно же, целый день по городу. Третье, что мне не особо нравится, это различные фестивали, которые здесь проводятся. Фестивали, то есть празднования, какие-то этнические фестивали. Так я уже сказала, что Торонто это довольно-таки город такой мультинациональный, поэтому здесь часто проводятся различные празднования, какой-нибудь отдельной национальности. Например, есть греческие фестивали, есть украинские фестивали, русских, по-моему, нет, потому что здесь небольшая русская диаспора, не настолько большая, как украинская, например, потому что в Канаде самая большая украинская диаспора, по-моему, в Канаде и еще, кажется, в Чили или Аргентине, не помню, в какой-то латиноамериканской стране, насколько я знаю из курса истории Украины. И вот различные национальности, они проводятся фестивали. Опять же, когда это все происходит, например, когда проходит греческий фестиваль, закрываются многие улицы в греческом районе, если вам нужно попасть в какой-то магазин, вы не можете. Несколько раз на украинском фестивале, ничего особенного там нет, но продается какая-то национальная еда, которую, в принципе, можно купить в любой день, если вы пройдете в украинский магазин, продаются какие-то сувениры из Украины, выступают люди, поют украинские песни на открытой такой трибуне, и люди многие одевают вышиванки, ходят просто, это как ярмарка получается. Ничего сверхъестественного нет, но при этом перекрываются многие улицы, если вам нужно куда-то в этот день ехать, вам приходится объезжать, и это создает, мне кажется, лишние проблемы. Опять же, есть фестиваль Карибский, он так и называется, Карибский фестиваль, и в это время повышается количество преступлений, то есть какой-то мордобой, какие-то свары, какие-то драки, и лучше в это время, он длится, по-моему, на протяжении нескольких дней, лучше в это время, вот в тех районах не показываться, потому что можно наткнуться на различные неприятности. Но, опять же, как-то более-менее все цивилизовано, но единственный фестиваль, который мне по-настоящему не нравится, это гей-парад. Он называется Парад гордости, и это довольно-таки не то, что смешное, но даже отвратительное зрелище. Я нормально отношусь к сексуальным меньшинствам, но я считаю, что никакой гордости особой в этом нет, и устраивать специально для этого аппарад, который длится, опять же, несколько дней, который транслируется по телевидению, и когда вы проезжаете вот в этих районах, вы все это видите, и часто, ну, не часто, практически всегда зрелище довольно непривлекательное, потому что многие раздеваются, многие там в нижнем белье, и это, как правило, некрасиво, это молодые мужчины с красивыми телами, или женщины какие-нибудь привлекательные. Нет, это чаще всего какие-то толстые мужики, старые или какие-то, опять же говорю, не в лучшей форме женщины за 50-60 лет, и это все на всеобщее обозрение, и просто это не эстетично, не красиво, и ничего в этом какого-то необыкновенного я не нахожу. Повода для гордости, мне кажется, здесь нет, поэтому мне этот фестиваль определенно не нравится. Четвертое, что мне не особо нравится в Канаде, это то, что номинальным главой государства является Елизавета II, то есть правящий монарх, который правит в Великобритании в данный момент. И мне это не нравится, потому что я не привержен, я не монархист, я считаю, что феодальный строй уже давно ушел в прошлое, я не считаю, что нужно иметь рабскую ментальность и кому-то подчиняться, я знаю, что сейчас есть споры, появились споры о том, что когда иммигранты принимают канадское гражданство, тебе нужно приносить, ну, как бы клясться, не только вот верности, что ты будешь хорошим гражданином Канады, верности этой стране, но опять же, ему сказать, таким быть преданным вассалом королевы, но говорить о том, что ты будешь лоялен к королеве Елизавете. И многие возмущаются, уже один мужчина, я знаю, по-моему, в прошлом или позапрошлом году, был случай, когда человек хотел принять канадское гражданство, я не помню, с какой он страны, но вот это вот его такое положение дело не устроило, и он подал в суд о том, что он не хочет проносить эту клятву, где он должен, как бы, клясться верности Елизавете II. Я считаю это вполне таким правильным решением, я не понимаю, почему британцы до сих пор платят налоги на содержание королевской семьи, это, знаете, как и сказки, битый, не битый, а везет. Мне вообще не нравится вся эта, весь этот институт монархии, и я считаю, что уже они как-нибудь смогут прожить и без налогов, которые платит население. Еще в 2009 году Канада платила этот налог, но вроде бы как, я не проиграла, но вроде бы где-то я слышала, что мы уже больше не платим за британскую королевскую, за задержание британской королевской семьи. Опять же, у нас это как-то более заметно, я думаю, в Америке там меньше заметно, вот эта вот вся эта шумиха, связанная с королевой, только там у кого-то родился, крестился, обязательно у нас появляется в новостях, газеты об этом пишут, журнал об этом пишет, у нас выходит издание, вот, например, такого канадского издания, я специально купила для этого видео, канадское издание в журналах Hello, и здесь вот рассказывается про Кейт и Вильяма, и здесь весь номер посвящен, вот, как вы видите, различные фотографии, совсем немного текста, различные родственники их, британские и заграничные. Ну и, в общем, еще у нас создается журнал, который называется Королевская жизнь, и журнал Мэчести, можно описать, как Ее Величество, Ее Высочество, я не знаю разницы между Величеством и Высочеством, но, в общем, тоже посвященный Королеве, если вас это интересует, то в Канаде вы все найдете. Опять же, единственное, что мне понравилось, то, что на такие вот юбилейные даты, когда вот праздновался юбилей Елизаветы Второй, потом свадьба Кейт и Вильяма, потом рождение их ребенка, выходят какие-то памятные, не то что сувениры, выходят монеты серебряные, но они довольно дорогие, а так как я собираю марки, то я покупала вот марки, сейчас я вам покажу, я вставлю в это видео свой альбом, и покажу вот эти вот марки, которые я купила на юбилей Елизаветы Второй. Вот она мне, конечно, понравилась, потому что это как выполнение моей коллекции, все остальное, связанное с королевской семьей, меня никак не устраивает, и мне абсолютно не нравится. Итак, вот мой альбом с марками, и здесь юбилейные марки, которые выпускались на протяжении всего правления Елизаветы Второй в Канаде, и вот они снова переиздались, здесь такие вот листочки, по четыре марки каждой, начинается с 52-го года, 53-й, 52-й год, дальше вот такие марки с королевы Елизаветы выпускались в 70-е годы, вот это было 77-й, 78-й год, такие марки, это 87-й, 92-й, здесь уже у нас 94-й, 97-й, и вот эти вот последние, когда был юбилей, 2012-й год, вот такие марки у нас выходили, это сувенирные такие листы, для тех, кто собирает их, и я купила, мне показалось, что довольно интересно. Ну и последняя такая моя, можно сказать, претензия, небольшая по отношению к Канаде, это то, что возникают, ну как, не то, что проблемы, но неудобства, когда вы расплачиваетесь, например, в магазине, если вы видите, что стоит 5 долларов, то готовьтесь платить не 5 долларов, а немного больше, потому что здесь разделяют цену, которая есть на какой-то продукт, или на какую-то вещь, и то, что вы платите налог, то есть он у вас не свечится только на кассе, вы платите уже в чеке, вы видите, что столько-то стоит товар, за который вы заплатили, и плюс налог, который вы платите, когда покупаете этот товар. Налог, например, ну сколько, в общем, если вы покупаете что-то за 2 доллара, например, вы платите не 2 доллара, а 2 доллара и 10 центов, вот так вот. Но опять же, чем дороже ваша покупка, тем выше вы будете платить этот налог. И это немножко неудобно, потому что никто, конечно же, это не считает, вот когда делают покупки, но если вы идете в магазин, покупаете, в тележку складываете какие-то вещи, какие-то продукты, вы должны иметь или больше денег на карточки, запасами, или запасами иметь наличность, чтобы не пришлось потом на кассе отдавать обратно и говорить, что вы не можете заплатить за этот товар. То есть это нужно учитывать. Для чего это делается? Делается, чтобы люди видели, какой налог они платят. Вот на сегодня такое видео. Если у вас есть какие-то вопросы, определенные вопросы, можете оставлять их в комментариях, я обязательно на них отвечу. Спасибо за внимание и пока-пока.